Поддержка программы «Особое мнение. Кировский кирпичный завод». Фундаментальный взгляд на строительство. Главное в строительстве. Надёжные поставщики. Каждая сэкономленная минута – это критерий качества нашей работы. Кировский кирпичный завод. Верный и ответственный партнёр на пути к вашей цели. Киров, Луганская, 59. Телефон 761-500. Особое мнение на 101FM 13.06 в Кирове. Начинается программа «Особое мнение». Меня зовут Анна Лапшина. Моего сегодняшнего гостя Алексей Кузьмин. Предприниматель, депутат Кировской гордомы 5-го созыва в нашей студии. Добрый день, Алексей. Добрый день. Тем у нас много. Медицина, образование. Немножко по строительству пройдёмся и по аварийным домам. Поговорим чуть-чуть о ваших впечатлениях от последнего слова Никиты Белых, губернатора Кировской области, экс-губернатора, отдел которого сейчас заканчивается в Пресненском суде. Немножко поговорим о выборах. И, возможно, успеем ещё коснуться некоторых вещей, которые связаны с развитием сельских территорий. Ну, давайте сначала прямо вот со здравоохранения. Громкая такая достаточно история произошла вчера. Достаточно известный блогер Илья Варламов разместил в своём живом журнале пост о поездке в Кировскую область. Варламов был здесь некоторое время назад. Не очень активно гулял по городу, смотрел какие-то объекты и прочее, а возили его по бережливым поликлиникам. В итоге вчера, значит, ну такое достаточно красочное просто было нечто у него в журнале с кучей фотографий, около 50, по-моему, там фотографий было, о том, как меняются наши поликлиники в лучшую сторону. Пост был помечен плашкой реклама, что, конечно, вызвало достаточно живое обсуждение в социальных сетях. Как вам кажется? Ну, вы ознакомились наверняка, да? Безусловно, да. Хорошо или плохо? Вы знаете, в этом вопросе давайте мы остановимся на двух моментах. Первый момент – это тот проект, который он освещал. Проект называется «Бережливая поликлиника». С этим проектом связано достаточно много чего хорошего. Это действительно оптимизация системы медицинских государственных услуг. Действительно, несколько, уже десятков поликлиник на территории Кировской области преображаются в лучшую сторону. Здесь эффективно используются имеющиеся ресурсы, эффективно начинает использоваться время. Значит, сам проект, безусловно, я поддерживаю. Сам этот федеральный проект я поддерживаю. Его нужно продолжать, его нужно развивать. Он также начинает развиваться и в других, и в соседних регионах. Поэтому сам проект, безусловно, он важен для нашего региона. Он оптимизирует расходы на систему здравоохранения. Он оптимизирует качество предоставляемых медицинских услуг. Алексей, мы пока не знаем, оптимизирует или нет. Надо посмотреть, как это будет работать. Не думаю, а я уже видел цифры, которые показывают о том, что действительно проект, он полезен, он важен и он нужен. Я просто пока в своей поликлинике наблюдаю переходный период. И там, конечно, временные затраты мои, как минимум, они выросли, потому что поменялась нумерация кабинетов, изменилась система допуска пациентов к регистратуре и прочее. То есть там надо брать теперь талончики специальные. И вот толпы пенсионеров, которые не совсем быстро и динамично меняют свои отношения к этому, они просто бродят от кабинета к кабинету и не знают, куда им приткнуться. И все это создает такой небольшой сумбур. Я надеюсь, что это такой вот пережиток временный, и это исправится все. Я думаю, что со временем действительно все это исправится и оптимизируется, а к хорошему люди будут привыкать как можно быстрее. Это что касается самого проекта. А что касается блогера, который осветил этот федеральный проект... Вам понравилось? Вы знаете, ничего в этом страшного я не вижу, что человек за деньги освещает какие-либо события, какие-либо проекты, приезжает в регион, делает фотографии, делает обзорный экскурс и так далее. Это все абсолютно нормально. Человек зарабатывает на хлеб так, как он может зарабатывать. Вопрос заключается в том, кто за этот хлеб ему заплатил. Безусловно, мне кажется, и по моей информации, естественно, никаких бюджетных, областных, либо городских денег в этом посте нет. Это как мне сообщают мои источники. Но вы же знаете, что такие вещи за такие большие деньги без выборов не оплачиваются. А вы знаете, что у нас 18 марта выборы президента. И если вы посмотрите внимательно сам этот пост, то вы увидите, что большинство фотографий сделаны, и обзор сделаны в проликлинике номер один, руководителем которой является некая Софья Войтко. Это человек, доверенное лицо кандидата в президенты Владимира Путина. Одна из 500, насколько я помню. Да. И поэтому, мне кажется, не вызывает сомнений и секрет то, что... Вы думаете, Владимир Владимирович оплатил этот пост? Ну, я не думаю, кто... Я не знаю, кто это оплатил, из какого кармана это все ушло. Вопрос заключается в том, каких целей добивался заказчик этой публикации. Поэтому заказчик, естественно, смотрел на то, чтобы популярный в стране, один из самых популярных в стране блогеров осветил федеральный проект, за которым стоит инициатива Владимира Путина, насколько я знаю. И чтобы он осветил это от лица Софьи Войтко, доверенного лица кандидата в президенты. Мне кажется, здесь все банально просто, и никакую опять черную кошку в темной комнате искать не нужно. Самое главное, что это не бюджетные, не кировские деньги. У меня только один вопрос. Если все настолько просто, почему об этом не сказать? Вот мы вчера пытались добиться комментариев, а сегодня с утра я смотрю, и я не вижу никакого объяснения, наши деньги, не наши деньги. На Кировскую область рассчитано, на Кировскую аудиторию, да, это публикации, не на Кировскую аудиторию, каких целей хотели бы добиться. Вы знаете, мы с вами чуть позже будем обсуждать деятельность на посту губернатора Никиты Белых. И в том числе, я думаю, мы коснемся его открытости и вообще открытости власти, которая была в периоды его руководства регионом, и степень открытости власти, которая сейчас присутствует, что в областном, что в городском правительстве. Поэтому мы еще об этом поговорим. Это как раз вопрос об открытости власти. Мы поговорим обязательно. А что касается вот этих интернет-публикаций у популярных блогеров, в социальных сетях, вы знаете, я только сегодня утром читал некие методические рекомендации, разосланные администрацией президента, руководителем предвыборных штабов Владимира Владимировича. И вы знаете, там очень много интересной информации, и одна из них касается как раз введения социальных сетей губернатора, членов правительства, министерства, отраслевых департаментов и так далее. Им рекомендуется или не рекомендуется? Конечно же, им рекомендуется публично освещать свою деятельность в социальных сетях, делать однородные публикации. И в том числе там говорится о том, что надо привлекать известных в регионе блогеров или интернет-СМИ. Ну вот как раз, выполняя эти методические рекомендации, собственно, мне кажется, этот проект и получился у Варламова. Алексей, я правильно понимаю, что проект Варламова все-таки рассчитан не на кировскую аудиторию? Безусловно, его аудитория — это многомиллионные читатели, армия читателей по всей стране. Безусловно, главная задача — это показать достижения в Кировской области по всей стране. Безусловно, я думаю, это главная задача. И это должно сыграть на пользу Владимиру Путину или на пользу Кировскому здравоохранению? Я думаю, и тому, и тому. Есть ли мысли о том, как этот пост может повлиять на людей, потенциально принимающих решение ехать лечиться в Кировскую область? Мы помним, да, вот эту тему мы обсуждали. О медицинском туризме, да, все верно. Потому что если несколько миллионов читателей прочитают этот пост из его живого журнала, либо из републикации в СМИ или в других социальных сетях, то, безусловно, на подкорочке у потенциальных клиентов наших медицинских учреждений останется, что, оказывается, в Кировской области можно получить достойное медицинское обслуживание. Если у них такие поликлиники, то какие же у них больницы, да. Поэтому, мне кажется, это должно сыграть только на руку Кировской области. Ничего плохого в этой публикации я точно не вижу. В общем, второй день я слушаю экспертов по этому поводу. И второй день я не понимаю, почему областной Минздрав не комментирует эту историю с постом Варламова и прочими вещами. Мы сейчас сделаем небольшую паузу и вернемся в студию через минуту, напоминая у нас в гостях Алексей Кузьмин, предприниматель, депутат Кировской гордумы 5-го созыва. Продолжаем выслушивать особое мнение Алексея Кузьмина. Но уж если анонсировали до перерыва анализ деятельности экс-губернатора Никиты Белых на посту руководителя Кировской области, да, давайте к этому и обратимся. Ну, начнем все-таки, наверное, с последнего слова в минувшую пятницу, да. И вот, собственно, приговор, который будет зачитываться завтра, как я понимаю, и, возможно, продлится это не один день. Последнее слово. Мы изначально его читали, потом мы его слушали. Есть оно в Ютьюбе, то есть доступно тем, кто хочет найти. На некоторых наших экспертов произвело не самые благоприятные впечатления. В частности, Николай Голиков, главный редактор журнала «Товар. Деньги. Товар». Наш коллега в понедельник сказал, что по его ощущениям, вот из всего, что говорил Никита Юрьевич, он делает вывод, человека сломали. Андрей Юсенко, представитель Кировской области в общественной палате и вице-президент торгово-промышленной палаты, вчера мне сказал, что такого впечатления у него нет. Мало того, некоторое время назад он давал показания в зале суда, видел Никиту Юрьевича и говорит, что да, он, конечно, сдал физически, но морально он держится. По вашим ощущениям как? Ну, вы знаете, я бы не хотел оценивать Никиту Белых как личность. Мне кажется, что, будучи должностным лицом, его необходимо оценивать как губернатора или как сейчас экс-губернатора. И оценивать нужно в сравнении. Алексей, вот давайте с последнего слова сначала, а потом к деятельности. С последнего слова. Безусловно, я и прочитал, и слушал последнее слово. Вы знаете, в нашей стране есть такое понятие, и это действует во всем мире, понятие презумпции невиновности. Так вот, доказало ли следствие виновность экс-губернатора Белых, я в этом сомневаюсь. И по тем заявлениям, которые делает сам Белых, безусловно, и он в этом тоже сомневается, что следствие хоть как-то приблизилось к доказательной, именно к доказательству его преступления. И поэтому говорить о том, что он держится или не держится, я думаю, безусловно, человек это сильный, человек это волевой, он будет до конца отстаивать свою точку зрения, он будет биться за свою невиновность. И мне кажется, что хоть и в нашей стране процесс оправдательных приговоров, мягко говоря, крайне низок. Менее половины процента, по-моему, по последнему. Менее одного процента. Поэтому, конечно, надеяться на что-то сверхъестественное общественности региона Кировской области, тем, кто признает заслуги Никиты Белых, мне кажется, либо преждевременно, либо не стоит. Но, тем не менее, человек будет биться, и я думаю, что все будет хорошо. В конечном счете все будет хорошо. Да, в своем последнем слове Никита Белых как раз говорил о том, что старался делать многое для того, чтобы власть была открыта, и мы помним это, да. То есть, ну, я не знаю, как обычному человеку-журналисту можно было позвонить любому практически заместителю Никиты Юрьевича и ему самому на мобильный телефон. И, собственно, если была такая возможность по времени, то получить ответ на свои вопросы без всяких подготовок и недельного или десятидневного ожидания ответа на официальном бланке. Вы говорили о том, что да, вот это было важно. Это было важно, мне кажется, и для людей, потому что министры приходили, в частности, в эту студию, и любому из них точно так же посредством прямого телефона в прямом эфире можно было задать без подготовки вопросы. И даже если уж на них сразу не отвечали, то как-то брали на карандаш, потом перезванивали и прочее. К большому сожалению, сейчас мы этого не видим. Мне кажется, что это играет в минус власти действующей и в некотором смысле снижает уровень уважения к ней от простых людей в том числе. Безусловно, я говорил всегда о том, что никакие подковерные решения вдали от жителей города Кирова или Кировской области власть принимать не может и не имеет на это морального права. Власть избирается населением, власть подотчетна населению. Соответственно, власть должна быть максимально открыта в своих решениях, она должна объяснять свои решения. Чтобы избиратель всегда знал, какие мысли в голове у действующей власти, необходима открытость власти, публичность власти. При правительстве Никиты Белых такая публичность была. Действительно, всегда любой вопрос, любой человек, житель региона мог задать. Ну, может, не любой, но настырный мог. Да, по сути, любой. По сути, любой, потому что всегда был открыт и он, и его кабинет министров. Поэтому говорить о том, что власть была максимально открыта, я бы сказал, что так можно было сказать. Сейчас власть, назвать ее открыто, язык не повернется. Действительно, есть очень много ограничений, есть очень много пресс-секретарей. У каждого из министра эти пресс-секретарии не совсем отвечают на поставленные средствами массовой информации или избирательными вопросы. Поэтому говорить о публичной власти сейчас пока не приходится. Вы говорите пока. То есть у вас надежда остается? У меня вообще всегда позитивная надежда на будущую власть, что власть в регионе и в Кировской области будет меняться только в лучшую сторону. И так кадровая чехарда, которая происходит уже полтора года, рано или поздно остановится, сформируется костяк команды, которая будет планомерно и плодотворно работать на благо нашего региона. Ну и в конце концов освоится, перестанет бояться людей и будет, наконец, отвечать на телефонные звонки. Пока слишком долго осваиваются. Ну, к сожалению, может быть, эта формация людей другая. Все-таки там люди, может быть, из других сфер пришли. Во-первых, там, может быть, не практикуется такая открытость в тех местах, где они раньше работали. К сожалению. Да. Так, ну хорошо. Еще о власти поговорим. Наверное, успеем до перерыва. Давайте все-таки к выборам президента. Поскольку вы по совместительству, скажем так, руководите штабом, предвыборным штабом Ксении Собчак в нашем регионе, да, и, насколько понимаю, занимались сбором подписей. Вчера я видела у вас, ну, точнее, я видела в Фейсбуке от центрального штаба сообщение, что вроде все собрали. Все собрали, все сшивают настолько хорошо и быстро, что сломался прибор, которым... Сшивают. Сшивают, да, и пользуются дрелью для этих целей. Все верно. Вчера подписи были скомплектованы, и сегодня они поступили в ЦИК Российской Федерации. И у ЦИКа сейчас есть определенное количество времени, чтобы эти подписи все проверить и принять решение об окончательной регистрации Собчак на должности кандидата в президенты. Значит, по Кировской области действительно был успешно завершен проект по сбору необходимого количества подписей. Мы собрали гораздо больше, чем планировали. Мы собрали почти три тысячи... А планировали? Две с половиной. Мы собрали почти три тысячи подписей. И самое интересное, что Кировская область оказалась в числе лидеров по всей стране, по всем избирательным штабам, по количеству принятых и собранных подписей. Поэтому я горд за кировчан, которые оказали поддержку альтернативному кандидату и которые сказали о том, что конкуренция в политике в нашей стране нужна. И я горд за мою команду, которая профессионально, умело, быстро, через тернии к звездам, через холодные подъезды, через морозы на улицах все-таки собрали эти подписи. Вы собирали их адресный был обход людей? У нас был поквартирный обход, у нас был сбор в местах массового скопления людей, у нас был сбор, организованный в штабе на Свободы-72. Люди, которые ставили свои подписи, люди какого возраста? То есть больше молодежи, больше людей среднего возраста? Абсолютно разные возрастные категории, социальные категории людей. Есть и молодые, есть и студенты, есть и пенсионеры, которые помнят ее отца и которые надеются, что при ее руководстве, безусловно, потенциальном руководстве в стране будут кардинальные перемены в лучшую сторону. Поэтому абсолютно разные социальные категории. И она, и мы не говорим о том, что она прямо надеется на то, что она займет первое место в президентской гонке. Вопрос, да, но мы живем в России, мы понимаем. Безусловно, мы живем в России, мы прекрасно представляем, кто займет первое место. Вопрос заключается в том, чтобы расшевелить в головах людей некую политическую активность, чтобы люди поняли, что необходима политическая конкуренция, что необходимо высказывать свою точку зрения, иногда отличную от точки зрения действующей власти. Поэтому и избиратель это понимает, и она как кандидат это понимает, и все штабы это понимают. Поэтому, я думаю, все будет хорошо, компания пройдет успешно. У нас планируется полномасштабная избирательная компания в случае окончательной регистрации ЦИКом России. Поэтому, я думаю, все будет хорошо, и мы наберем необходимый и достаточно большой процент по стране и по Киевской области. Но я так понимаю, что это больше все-таки задел на будущее, да? Безусловно, это задел на будущее, так и есть. На годы вперед. Сделаем небольшой перерыв, минуты через три, и до этого момента, я думаю, что успеем еще обсудить одну небольшую тему, а после перерыва возьмемся уже за детские садики плотненько. Наверняка вы видели эту историю с домом на Мопро, на который упал башенный кран. Людей сначала эвакуировали, где-то расселили, кто-то у родственников остановился. На прошлой неделе появилась информация о том, что люди уже заселяются в неразрушенную часть дома. Разрушенная часть дома будет восстанавливаться. Я так понимаю, что окончательного решения по тому, возможно, там жителей нет, еще не принято. Но, тем не менее, проект уже готовится, и мы можем предположить, что вряд ли его делают напрасно. То есть, скорее всего, людей обратно поселят туда, где они жили. Вот у меня вопрос. В таких ситуациях, ну неужели город не может каким-то образом поспособствовать тому, чтобы переселить людей из этого здания в какое-то другое? У нас в городском бюджете на эти цели вообще деньги не предусмотрены? Все-таки форс-мажор. Безусловно, есть средства в рамках потенциальных, чрезвычайных ситуаций, но эти средства невелики. Если я не ошибаюсь, в бюджете они не превышают 9 миллионов рублей. А если посмотреть, сколько там квартир, сколько там жителей... Ну, 40 человек там было прописано. Да, прописано человек, поэтому никаких 9 миллионов рублей, безусловно, не хватит для того, чтобы расселить в рамках чрезвычайной ситуации. У города есть так называемый жилищный маневренный фонд, куда, в принципе, могут расселить из аварийных и домов, которые сгорают. Ну, там, например, деревянные дома. Но согласятся лицами жителей переехать в маневренный фонд, он в крайнем ужасном состоянии. Он находится на отшибах, это все-таки здесь была МОПРа, Октябрьский, это самый центр города. А маневренный фонд либо на отшибах, либо в таком состоянии, что лучше уж в каком-не в каком, но своем более-менее комфортном жилье в центре города жить, нежели в нашем маневренном фонде. А есть еще прецеденты в таких ситуациях, как поступают в других регионах. Вот недавно в Ижевске прогремел взрыв в одном из многоквартирных, многоэтажных домов, и власти Удмуртской республики приняли решение расселить почти большую часть дома. И все-таки средства они нашли в своем тоже не самом привлекательном и не самом богатом областном и городском бюджетах. Все-таки расселили несколько десятков человек. Поэтому, я думаю, в Кирове можно принимать какие-то такие же стрессовые экстренные решения. Вопрос заключается в финансировании. Но, значит, финансирование надо искать. Все-таки ситуация чрезвычайная. И обещание, и заверение застройщика, кому принадлежит этот кран, что мы за свой счет восстановим этот дом. И он будет как новенький. И он будет как новенький. Но, мне кажется, это лукавство. Этот дом уже не будет как новенький. Там произошла и разгерметизация, и системы тепловодоснабжения. Начнем с того, что они там были в не самом хорошем состоянии, судя по возрасту. Ну, безусловно. Сам фасад, крыша, фундамент, возможно, имеют какие-то повреждения. Но, мне кажется, без экспертной какой-то оценки говорить о возможной реконструкции этого дома, мне кажется, преждевременно. Надо дождаться экспертной оценки строительную. Только тогда принимать какие-то решения. Ну, я надеюсь, что мы все-таки окончательный ответ услышим от экспертов по поводу этого дома, да или нет. И надеюсь, что перспективы жителей все-таки будут более радужными, чем вернуться в переделанные, переклеенные, подклеенные стены. Потому что, безусловно, никому не хотелось бы оказаться в такой ситуации, когда не от тебя, не по твоим обстоятельствам происходит вот такая ситуация. Ты лишаешься своего единственного жилья, крова над головой. Поэтому, безусловно, хотелось бы, чтобы людей поддержали. И областная и городская власть должна пойти им навстречу. Алексей Кузьмин, предприниматель, депутат Кировской гордумы 5-го созыва у нас в эфире. Впереди реклама. Через две минуты вернемся в студию. Особое мнение на 101FM. Алексей Кузьмин, предприниматель, депутат Кировской гордумы 5-го созыва в нашей студии. Мы продолжаем выслушивать его особое мнение. И я перехожу прямо вот, ну, совсем городская тема, причем связанная с детьми. Буквально вот несколько дней назад выплыла она в публичное поле. Городская контрольно-счетная палата обнаружила многомиллионные нарушения в деятельности по обеспечению питанием детей в дошкольных учреждениях. Ну, вот что это такое? То есть там называется сумма около 30 миллионов рублей не была донаправлена в 2015-2016 году на питание детей. Куда делись деньги, непонятно было сначала. Потом выяснилось, что эти деньги пустили на зарплаты и премии, если я все верно понимаю. Сейчас в течение двух недель город, в том числе глава администрации, обещает в этой ситуации разбираться. Что будет дальше, непонятно. Ну, вы знаете, когда действительно я сам узнал эту информацию о том, что деньги на питание детей, оказывается, были присвоены какими-то третьими лицами, ну, это отвратительная была информация. Нет, Алексей, давайте все-таки чуть-чуть с термином. Мы не можем говорить присвоены, потому что по закону вроде они сделали все правильно. Правильно, да, они распределили в виде премии, но я это могу назвать как присвоение, потому что, ну, это отвратительно. Значит, у нас дети в детских садах и так получают не самое качественное питание. Вы послушайте у молодых мамочек, посмотрите меню в детских садах, и вы поймете, что и так продукты там не самые качественные, и так меню не самое полезное, не самое калорийное, не самое диетическое и разнообразное. А тут еще, оказывается, слишком много денег выделяется на это питание, которые таким образом распределяются по карманам работников неких организаций прокладок. Это первое. Второе. А вы знаете, почему эта информация всплыла вообще на публичное пространство, средства массовой информации? А потому что обновилась, полностью обновилась контрольно-счетная палата города Кирова. Именно с этим я связываю планомерную работу, именно с этим я связываю последние громкие проверки муниципальных предприятий. И они еще будут проверяться, и дорожные наши городские предприятия, и транспортники, и гурэлектросети, и Кировсвет. В этих предприятиях давным-давно пора навести порядок, потому что их неэффективность уже не вызывает вообще каких-то положительных эмоций. Эти предприятия практически не приносят дохода в городскую казну, а лишь используют городские деньги и через какие-то присосавшиеся ОООшки их распределяют. Поэтому вообще в муниципальных предприятиях надо наводить порядок, потому что та ситуация, которая сложилась, она беспрецедентная для города Кирова. Значит, это второе. Что касается, ну вот как раз работы контрольно-счетной палаты, они большие молодцы, они проводят правильную работу. Я думаю, что результаты их проверок лягут на стол действующему главе администрации Шульгину, и он будет системно наводить порядок. Я, по крайней мере, на это надеюсь. Значит, что касается непосредственно этого учреждения, которое является прокладкой между бюджетными деньгами и питанием. Но я так понимаю, создавалось-то оно в свое время с благой целью как раз, чтобы экономить. Но все создаются с благими целями. Чтобы учреждение закупало продукты, я так понимаю, крупными партиями, а это дешевле. Соответственно, можно купить больше, кормить детей вкуснее. Но именно сейчас происходит обратное. Продукты закупаются всего лишь месячными, контрактными. Они закупаются у всего лишь нескольких поставщиков, там порядка 12 поставщиков, если я не ошибаюсь. Хотя производители того же мяса и молока только в Кировской области несколько десятков, и даже, может быть, сотен более-менее предприятий, которые готовы поставлять по госзакупкам на детские столы продукты питания. И здесь мы видим четкую привязку конкретным организациям, конкретным поставщикам. И с этим уже должны разбираться и уже не контрольно-счетная палата, и даже не администрация города, а, мне кажется, уже правоохранительные органы. Не случайно этим заинтересовалась УБЭП. И, мне кажется, та проверка, которая будет еще раз проведена уже другими органами, она принесет какие-либо результаты. Мы получим уже эффективное предприятие. И эта прокладка между городскими деньгами и детскими столами в детских садах, она будет либо ликвидирована, как совершенно неэффективная, либо она станет эффективным, но уже с другим менеджментом. Вот смотрите, мы к теме детского питания так или иначе обращаемся на протяжении последних лет и до создания этой структуры, и после. В городской думе, когда вот эти вещи все, я не знаю, вскрывались, не вскрывались, но все равно же депутаты каким-то образом отчеты принимают от муниципальных предприятий? Каждый год, насколько я понимаю. Или нет? Этот отчет перед депутатами носит такой, знаете, формальный характер. Это формально сухие, ничем не подкрепленные цифры, в которых не каждый депутат даже может разобраться. Я знаю, что депутаты далеко, не все депутаты читают все документы вообще, которые готовятся к пленарному заседанию. Там предоставляется полный отчет или выписки такие? Там абсолютно выписки, никаких полных отчетов по конкретным предприятиям не производится. Единственным рычагом, скажем так, контроля, мониторинга ситуации, финансовой ситуации в муниципальных предприятиях является то, что иногда депутаты входят либо в совет директоров, либо в управляющие органы этих предприятий. Тогда, безусловно, не имеют полный доступ ко всей информации. Но, как мы знаем, не всегда это помогает, и не всегда депутаты заинтересованы в том, чтобы получить достоверную и полную информацию о финансовых показателях. Вот мы поэтому видим такую ситуацию, которую видим депутату, если не надо, если депутат не проявляет интерес к финансовым показателям, вот мы получаем такую картину, когда контрольно-счетная палата лишь показывает свой интерес. Если депутат все-таки захочет какой-то конкретный, один или несколько, быть более активным, он имеет право на это? То есть он может запрашивать какие-то документы дополнительные, еще что-то? Может быть, ситуация с приходом к руководству нового главы администрации и поменялась в Белом доме, но раньше добиться какой-либо полной, скажем так, открытой, публичной информации о финансовой, хозяйственной деятельности муниципальных предприятий было практически невозможно. Почему? Даже депутату. А почему? Даже депутату. А чем как-то мотивировали, нет? Вы мне это рассказываете, я не знаю почему. Нет, я не рассказываю, а спрашиваю. Я не знаю почему, да. Мы как раз выше обсуждали открытость власти и публичность власти. Вот она была такая открытость и публичность. Надеюсь, сейчас ситуация изменится и муниципальные предприятия станут более прозрачными, потому что те финансовые показатели, которые они показывают, не выдерживают никакой критики, надо либо кардинально менять менеджмент в этих организациях, либо приватизировать по выгодным для города ценам. Приватизировать, продавать, отдавать в частные руки с сохранением функционала или приватизировать просто как объект какой-то, который может быть видоизменен? Мне кажется, я говорил об этом неоднократно. Город должен получить максимальную прибыль от тех объектов недвижимости, ресурсов, активов, которыми он владеет. У нас 18 муниципальных предприятий владеют активами разного рода, более чем на 3,7 миллиардов рублей, а приносят в городскую казну не больше 50 миллионов рублей. При этом постоянно разыгрываются контракты, и они осваивают городские контракты на более чем 1 миллиард рублей. Так вот скажите, при таких цифрах, насколько эффективны муниципальные предприятия? Мне кажется, они неэффективны. Если они постоянно приносят лишь убыток, и они являются неэффективными предприятиями, мы постоянно эту кошелку за собой будем волочить. Понятно, что это чемодан без ручки. Это чемодан без ручки, вроде и выкинуть жалко, но и нужен. Но функционал-то надо сохранять, если мы продаем их в частные руки. Вот скажите мне, зачем необходимо, например, городу ГДМС? Я не знаю. А я вам скажу свое особое мнение по этому вопросу, что когда раньше ГДМС, условно говоря, создавалась, оно выполняло некую социальную функцию. оно руководило и организовывало и делало дороги в областном центре. И, естественно, стоимость этих услуг была, во-первых, гораздо ниже, чем, скажем так, общерыночная. А во-вторых, с ними можно было рассчитываться подольше. Подождать могли. Подождать, потому что это все-таки муниципальное предприятие. Могли и подождать. А что происходит сейчас? У ГДМС совершенно рыночная, а иногда выше рыночная стоимость оказания услуг по содержанию и ремонту дорог общего пользования и тротуаров. У ГДМС постоянно финансовые проблемы. ГДМС постоянно берет кредиты под залог муниципальной и областной собственности. У ГДМС постоянно возникают какие-то проблемы с закупом сырья. Постоянно возникают вопросы к качеству закупаемого сырья. Постоянно какие-то ЧП у них происходят. То на Кольцово склад горит, то у них здание со спецтехникой 11 единиц горит. Постоянно какие-то проблемы. Так вот сейчас нужно ли городу это предприятие? Может быть, все-таки обозначить выгодную для города цену и приватизировать? И пускай бизнес занимается. И решает уже, что с ним делать. И решает, что с ним делать. Вот мне кажется... Но все-таки вот есть предприятия, которые, как мне кажется, немножко незаменимые. И приватизация которых отменили. В частности, предприятие Куприд, которое занимается довольно специфической деятельностью. В том числе утилизация ртутных ламп. Вот то, что мы знаем. Вот по этому предприятию я с вами полностью согласен. Потому что это специфические предприятия. Они выполняют определенные специфические функции. Тем более с теми проблемами, с которыми столкнулся город. А именно полная заполняемость полигона ТБО Костина. Значит, с теми проблемами надо решать как-то вопрос. Поэтому Куприд является одним из предприятий, которое может хотя бы временно попытаться решить этот вопрос. Эту городскую проблему. Ну, это же тоже полигон. Поэтому расставаться с Купридом, безусловно, не стоит. И Шульгин принял правильное решение, остановив приватизацию этого объекта. Ну, в общем, контроль, контроль, еще раз контроль. Спасибо контрольной счетной палате за то, что вскрыло нарушение по питанию детей в детских садиках. Ждем какого-то решения, более, может быть, кардинального, через две недели. Алексей Кузьмин, предприниматель, депутат Кировской гордумы 5-го созыва, высказывал у нас свое особое мнение. Я с вами прощаюсь. До свидания. До свидания. Особое мнение на 101FM